Понижается фпс, за счет чего повышается вар, нажимаешь максимальное состояние процесса. Что за дичь с моим компом? Где все шейдеры стали на максималках, даже если ты ставишь их на минималку? Здарова, дружище, с тобой Серега, Сайбербанана. И нас уже 27 тысяч человек. Спасибо тебе огромное, ты в элите. Ну а если ты не подписался, сорян, бач, но сегодня твой фпс полетит вверх. Все, что нужно сделать, это использовать мои способы. Самые лучшие способы, дружище. С тебя лайк, усик, подписочка, колокольчик. Начинаем. А перед началом видео, два розыгрыша сразу. Первый, это ссылочка в описании от моей группы ВКонтакте. А второй, вот на этот дигл. Все, что нужно делать, это писать комментарии под этим видео. Чем больше комментариев, тем больше шансов на победу. В понедельник в новом видео ты уже посмотришь, вдруг выиграл ты. Ну или не ты. Шансы у всех одинаковые. Ну, комментариев можно писать побольше. Окей, поехали. Первый способ. Он заключается в отключении турбо-буста твоего процессора. Что это означает? Это означает, что твой процессор работает на максималку. За счет чего понижается фпс, за счет чего повышается вар и какие-то микрофризы. Особенно это часто, когда тебе попадает в голову. Тебе дали в голову и у тебя микрофриз буквально на секунду. Ты охреневаешь, думаешь, что за дичь с моим компом. Все, что нужно сделать, это нажимаешь пуск. После чего настройка, после настройок система, дальше находишь питание и спящий режим, после чего дополнительные параметры системы. Здесь выбираешь сбалансированная или высокая производительность, неважно, везде одинаково. Нажимаешь настройки схемы электропитания, ну то есть ты увидел, галочка стояла на высокой производительности. Дальше здесь, кстати, надо убрать это никогда. После чего дополнительные схемы питания, дальше находишь такую кнопочку под названием управление питанием процессора. И здесь нажимаешь максимальное состояние процессора. Также нажимаешь, и вот тут в настройках у тебя 100 пудов будет 100%. И чтобы убрать эти лаги, ты выставляешь 97, либо 98, либо 99. Ну возьмем среднюю цифру, 98, это более чем достаточно. Нажимаешь применить, окей, сохранить и все. Турбо-буст твоего процессора падает вниз. Это означает, что вместо 3700 турбо-лок там что-то, у тебя остается 3500. Ну если там 2500, то 2300 остается и так далее. Неважно, сам факт того, что теперь вот этих скачков, тормозов и прочего не будет у твоего процессора. И ты будешь играть спокойно. Красиво, и я соглашусь с тобой. Подписочка, колокольчик, лайкусик обязательно. Ну и поехали ко второму способу. Кстати, не забывай писать в комментариях, сколько FPS было и сколько FPS стало. Потому что я должен знать, что я тебе действительно помогаю, а не занимаюсь всякой ерундой. А следующий способ заключается, помнишь, недавно было обновление, где все шейдеры стали на максималках, даже если ты ставишь их на минималку. То есть все блестки, все почему-то графа стала хорошая, за счет чего FPS, естественно. Все, что нужно сделать, смотри, дужи сюда. Заходишь, дальше нажимаешь библиотека, после чего Counter-Strike, свойства. Летишь в бета-версии. И тут, где отказаться, да, или возможно у тебя что-то другое стоит, нажимаешь Old Interperfix. Немножко времени. Снизу сейчас увидишь, пройдет загрузочка. А после заходишь в установить параметры запуска. У меня целая куча тут параметров запуска. Давай уберем все лишнее. Оставим только NoVid. И тут добавим команду, слушай сюда внимательно, NoBearShader. Запомни, в описании также оставлю. Нажимаешь ОК, закрыть, и теперь запускаешь Counter-Strike. 102 мегабайта загрузочка проходит, и залетаем туда. Как ты можешь заметить, модельки стали темнее. Это тебе мешает, что ли? Мне лично нет. Зато FPS-то, посмотри, вернулся на свои места. Наконец-то снова он стал 400, у меня был он 200 после этих гребаных обновлений. Единственная проблема в том, что это обновление только для Intel. Я не знаю, почему так обделяет AMD, понятия абсолютно не имея. Поэтому, пацаны, ко мне претензий нет. Это сам Valve выпустил такое обновление, такую бета сделал специально для ребят, которые страдали от понижения, от, так скажем, от убийства просто в FPS. Ну что, ребят, поехали к третьему способу, до сих пор актуальному. Я уже в видео в другом об этом говорил. Но хочу еще раз напомнить. Рабочая тема, ничего сложного. Погнали. А это карта Config Generation. Убираем слово Config, убираем слово Generation. Просто заходим по ссылочке в описании на карту. Дальше чего нажимаем подписаться. Потом, чтобы у тебя была такая галочка, в подписках написано было. Далее заходим в Counter-Strike, нажимаем играть в CSGO. После чего выбираем карты из мастерской. Далее двигаемся ниже. Config Generation, вот такой голубенький. Нажимаем начать и нажимаем начать. Когда мы появились на карте, двигаемся левее. И вот тут Recommended. Ребят, запоминайте, какой сейчас есть фпс. Дальше нажимаем Crosshair. Ampli, 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 Ampli и Ampli. Сзади меня сейчас показывает сколько фпс. Одну секундочку, ребят. Вот это фпсик, вот это я понимаю. Я рассказал тебе о трех способах, как повысить фпс. А тебя прошу только одно. Подписаться, поставить лайк, нажать на колокольчик. Ну и написать в комментариях, сколько у тебя фпс было до этого и сколько стало. Не забывай, вот этот дигл, все-таки разы игровой. Комментарий, чем больше, тем больше шансов на победу. И кстати, дружище, посмотри также вот это годное видео. Я че, зря старался что ли? Там царская тема. Залетай туда, туда тоже лайкусик. Все, давай. Пока-пока.